В Москве задержаны семеро участников организованной группы. Они выдавали себя за полицейских. На их счету ограбление на два с лишним миллиона рублей. Бандиты вырвались в квартиру и под угрозой насилия заставили семью отдать все сбережения. При задержании несколько преступников попытались скрыться и отсидеться в квартире у взятой в заложники пенсионерки, но были обезврежены полицейскими. Все подробности у Александра Огородникова. Рано утром к двум квартирам в Москве и одной в Красногорске начал подтягиваться полицейский спецназ. По оперативным данным там опасные преступники. Двери ломать не пришлось. Сработала военная хитрость. Преступники, видимо, уверенные, что об их местонахождении полиции ничего не известно, лжепочтальону поверили. Выстрел, который прозвучал при штурме, произвел один из преступников. Стрелял в бойцов СОБРа, но промахнулся и тут же был обезврежен. Как позже выяснилось, полицейским повезло. После первого выстрела пистолет дал осечку. Он на перекос пошел. Видишь, вон одна гильзастрельная есть, а здесь у него просто задержка. Все задержанные уроженцы Кавказских республик. По оперативным данным, составляют костяк межэтнической преступной группировки. Но они, разумеется, утверждают, что зарабатывают честным путем. На что живешь? Итак, дома подрабатывают. Где работаете? Организация «Колеза справедливости». Понятие «справедливость» у задержанных явно отличается от общепринятого. В начале апреля текущего года неизвестные, представляясь сотрудниками полиции, ворвались в квартиру, расположенную в Москве, и под угрозой оружия, а также насилие, опасное для жизни и здоровья, похитили денежные средства и ценные имущества, потерпевших на сумму 2 миллиона 370 тысяч рублей. На одном из адресов в Москве троим подозреваемым сначала удалось скрыться. В квартире был запасной выход, замаскированный под шкаф. Через него вышли в подъезд, потом на чердак. Полицейские отреагировали оперативно. Сотрудники полиции отцепили здание, проверили подвалы и чердаки и смогли установить, что злоумышленники по крышу проникли в соседний подъезд и скрылись в одной из квартир. В этой квартире находилась пенсионерка, находящаяся в беспомощном положении. У него была сломана нога, за ней ухаживал социальный работник. Вычислив квартиру, ее также было решено штурмовать. Открывай дверь, лапа, быстро! Все трое были схвачены. При штурме никто не пострадал. Однако пенсионерке стало плохо с сердцем. Покорбин, что ли, просить? Скорую сюда вызвать. В итоге все семеро злоумышленников оказались в наручниках. В квартирах, где они скрывались, были обнаружены три пистолета. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела о незаконном обороте оружия. Александр Огородников, ТВ Центр.